Всем привет, ребятки! Пришло время поснимать посылку от Дэвида, часть вторая, от канала Twice Diecast, от моего американского друга Дэвида. Ссылочка на его канал будет в описании. Первую часть посылки тоже, ссылку оставлю в описании. Сейчас мы с вами допилим отличный контент, покажу, что же представил Дэвид, часть вторая, ребята. Не забывайте про локусы, про комменты, погнали! Привет, Дэвид! Спасибо большое за вашим замечательным пакетом для меня, с большими боксами, и сегодня это будет часть 2. Я просто хочу подсказать людям, что вы отправите мне. Спасибо большое! Итак, ребят, приступаем. Часть вторая. Тут к нам приехал такой вот замечательный розовый кадиллак. Точнее, ребят, я ошибся, это не кадиллак, это Шеви Аваланч. Очень похож на кадиллак Escalade, собственно говоря, даже на его версию, пикап-версию Escalade, да, у Escalade, у кадиллака тоже есть пикап-версия. В розовом свете смотрится просто фантастически. Вы посмотрите на вот эти вот замечательные колесные диски. Как же это все клево проработано. Год машинки. 16-й год матчбокса. Такая вот замечательная карта. Посылка приехала ко мне из США, от Дэвида, Твайс, да и Каст. Опять же, ссылочка на его канал будет в описании. Давно уже хотел для вас это видео сделать. Но я потерял, точнее, не потерял, куда-то положил одну из машин этой коллекции. Там Дэвид для меня сделал кастомную тачку. Я постараюсь потом найти ссылку на обзор полноценный, где эта тачка была на английском языке. Правда, если захотите, посмотрите. Там будет полноценный сразу большой обзор. Будет тоже в ссылочке в описании к этому видео. Дальше я персонально просил Дэвида перекупить что-нибудь из матчбокс-премьер коллекции. Вот такие вот классные матчбоксы серии были раньше. Это винтажная довольно-таки серия. 1995 года. Судя по виду, типа, года выпуска, да? И вот, что он здесь есть. Лимитировано только до 25 штук. Каждой машинки соберите все три в серии. Тут, кстати, была Toyota Supra, ваша любимая. Кроме шуток, да? Тут разные серии были. Mazda RX-7. T-Bird. Это Ford. Как же он называется-то? Правильно, этот Ford попробую сейчас найти. T-Bird. Это название Ford, короче, одной из моделей. Town Bird. Нет, Thunderbird. Вот. Громовая птица, если я правильно помню название. Camaro были, Corvette Stingray, Mustang Cobra, Pontiac GTO, Jaguar даже был. В общем, очень классная серия матчбокс была в 90-х годах. И вот это вот один из его представителей. Судя по всему, идет на резиновых колесах вместе с коробочкой для хранения. Распаковывать я не особо это хочу, собственно говоря. Но, в принципе, может быть, когда-нибудь соберусь и начну делать прикольные распаковочки этого добра. Потому что для меня это очень коллекционные экземпляры. А самые такие свои дорогие машинки, дорогие свои приобретения, подарки от друзей я стараюсь хранить в упаковке. Конечно, они не прислали в них распакованными. Вот это я персонально просил Дэвида что-нибудь прикольное прислать. А мне прислал вот такую вот замечательную лодку от матчбокса, которая называется DuckDuck. Утка-утка. Типа Duck это с английского утка. Но тут Duck пишется не так, как Duck через C. Тут просто DuckDuck. Но все равно такая вот машина, амфибия, можно сказать. Очень похожая на утку внешне. Доллар 25 когда-то стоило, да? И вот вспомните вот утки от Hot Wheels, да? Какие они прикольные. А вот это вот такая реалистичная утка от матчбокса с шестью колесами, с тремя колесными парами, да? Идет с пластиковым желтым днищем, с белым верхом. Такая тяжеленькая, знаете, внушительная машинка. Замечательный Ford T-Bird. Посмотрите, как классно он выполнен. Тут такой салон синевой и с беленьким. Тоже резиновые колеса. Тоже не хочется все это дело распаковывать. Это у нас 97-го года уже серия. И вот как раз здесь показывается, что здесь шло в 97-м году. И эта серия, она совершенно другая, чем была у Matchbox Premier ранее. Если здесь шла Mazda RX-7, например, в этой серии, да? Ага. Это самая первая серия, короче, это первая, вторая, третья была у премьера Matchbox. Типа она самая ценная, да? Понимаете? А это уже серии, смотрите, 19-я, 20-я и 21-я. То есть эти серии уже, ну, через пару лет выпускались. То есть они уже много-много-много серий выпустили. Ну, выглядит это, конечно, все просто фантастически. Понимаете? В наших магазинах это, естественно, уже не найти. Можно найти в США на eBay, например, или специализированных магазинах Америки. Посмотрите, какая детализация у машинок была крутая. Декальки. Вот эти вот колеса белобрысые. Коробочка для хранения сразу в комплекте с машинкой. Задняя часть с запасным колесом. Слушайте, ну, выглядит это все, конечно, прям вот фантастика, знаете, так вот. Настолько круто детализировано. Еще один T-Bird. Я просил Дэвида именно упорно T-Bird сделать, потому что у меня их никогда не было в коллекции. Додало, конечно, как Дэвид прислал мне их. На этот раз в красном салонном, в черном свете. Видите, это у нас из первых серий, тоже наиболее редкий. Первая, вторая, третья, как вы можете видеть, да, ребят? И второй серии, точнее, вот он идет, скорее всего. 57-й T-Bird. Да, из третьей серии, простите. 57-й T-Bird был в третьей серии. Это у нас 95-й аж год. Представляете, вот этой вот машинке. А сколько это получается? 10, 20, 27 лет уже вот этой вот машинке. Вот этому кастингу. Вот этому кастингу. И выглядит все просто феерически великолепно. Просмотрите, ребят, вот эту вот красоту, показываю вам. Это вот, да, стало частью моей коллекции. До сих пор лежит еще в коробочке от Дэвида. Также Дэвид прислал великолепный Dodge. Один из трех тысяч. Это у нас машинка с лосистическим фактом от компании Johnny Lightning. С открывающимся капотом, кстати, идет. Сылка, что открывающаяся дверь. Нет, просто открывающийся капот. Но Ford с чем-то даже... По-моему, это Ford, да? Опять я, вот видите, путаюсь в моделях автомобиля. Это Dodge Challenger 1967 года. Но он чем-то напоминает по самому кузову Ford Mustang, который был в угнать за 60 секунд. Вот что-то вот есть. Похоже на Eleanorу. И тут же написано большими буквами Dodge. Видите, я вот как присмотрелся к модельке. Да, это Dodge. И передняя панель у него Dodge. Видите, где фары скрытые. Такой вот решеткой своеобразной. Выглядит, конечно, все довольно-таки фантастически. Все-таки, как круто умели делать машинки в старые времена, да? Классические времена. В 60-е годы, в 50-е годы и так далее. Здесь уже, похоже, уже все. На этом перепроверю, ничего ли не осталось в этой коробке. Все ли я вам показал. Обязательно скину еще ссылку на англоязычный обзор, где было все-все-все. И кастомная машинка Дэвида, она у меня реально где-то стоит. Но я же почему не снимал для вас в ту часть второй обзора и искал эту вот кастомную машину. Вот эта вот тачка. Мне особенно нравится эта M2. M2 у меня не так уж и много в коллекции. Я обожаю, честно говоря, M2-шки. Они сделаны просто шикарнейше. Посмотрите, какая прорисовка у этой машины. Это Chevrolet Bel Air 1957 года. Коллекция Fools от M2. У нас, к сожалению, в СНГ M2 не продается. Если хотите купить M2, приходится заказывать подобную серию из Соединенных Штатов. Ну, все-таки, как круто выглядели американцы. Американские машины в 50-е годы, 60-е, 20-го, 19-го века, 20-го века. Как это все классно смотрелось. Ну, в общем, вот, ребята, рассмотрели с вами вторую часть машинок от Дэвида. Очень классные кастинги. На этот раз на вторую часть я оставлял практически самое интересное. Такие вот старые кастинги, в основном, которые вы нигде не найдете. И вот такой вот розовый, розовый Chevy Avalanche тоже оставался на вторую часть. Вот эта лодочка DuckDuck. Понравился вам этот обзор или нет, напишите в комменты. Будет интересно почитать. Дэвид, спасибо за эти чудесные машины снова. Всем пока, удачи и хорошего настроения, ребят. До новых встреч. С вами был Автоход. Продолжение следует...